Приветствую вас, успеха можно достичь и в 50, и в 60 лет. Возраст здесь это весьма условное понятие, которое, как правило, опирается лишь на социальные аспекты, на традиции, на какие-то догмы, правила и так далее. То есть это не нужно воспринимать серьезно и критически. Значит, то, что я увидел у вас, то, что я заметил, значит, ваша история, это то, что вы ничего не делаете для себя, то есть вот совсем, вообще, для себя вы вообще ничего не делаете, вообще от слова «совсем». вот, и думаете мне, что это и есть, собственно, ключевая проблема ваша, потому что именно то, что вы для себя ничего не делаете, то, что вы не следуете своим желаниям, то, что вы чересчур взрослая, чересчур правильная, то, что вы заваливаете себя тем, что нужно, а не тем, что хочется, является вашей основной бедой, основной проблемой. для себя, кстати, уход в реальный мир, который, ну, вы описываете, да, то есть вот, то, что вы представляете себе, там, другие миры, другие картины, что вы выключаете в свет, хотите быть кем-то другим или другой, вот. Это свидетельствует о том, что вы действительно воспитывались в условиях, когда вынуждены всем нравиться, вот. Единственное, единственное, единственный критерий, который вы используете для, значит, ну, для принятия решения, да, для выбора своего и так далее. Это критерий, что скажут другие, вот. Настолько вы привыкли к себе не прислушиваться. И отсюда, отсюда, тотальная неудовлетворенность. То есть, я ничего, ничего, например, не делаю просто так, да, как бы, ну, как бы говорите вы себе, как бы говорите вы, например, нам. Я ничего не делаю просто так. Я ничего не делаю для себя. Я ничего не делаю, потому что мне хочется. Я не позволяю себе, значит, слабости, да, вот. Я должна быть всегда сильной, должна быть всегда в хорошем настроении и не должна позволять себе, значит, вообще, чего бы то ни было. Никакого шага, шага влево, никакого шага вправо от ненамеченного курса. Вот. Что поражает тотальную неудовлетворенность во всем. Смотрите, смотрите. Вы говорите, мне двадцать три всю свою жизнь, я гордо с родителями, всех родственников, знакомых, учителей и т.д. То есть, вас определяют другие люди. И вы живете их чувствами. Вы живете их эмоциями. Вы живете их целями. Но не своими. Возможно, вы хотите роскоши. Возможно, вы хотите интриги. Но основная проблема в том, что вы хотите быть нужной. А нужной мира, в первую очередь, нужно быть себе, не другим себе. Для этого нужно освободиться от давления на вас всех догм, которые есть. Относиться к ним критически, к догмам. Вот. Понимаете? Отойди от своих принципов. Потому что принципы – это что же догма. Принципы – это что же составляющее именно космосе мышления. Это родительская позиция по отношению ко всему. Ко всем. Эта позиция должен, да. Должен, надо, нельзя. А хочу. Где хочу. Вот. Вот вы пишите, да. Я всегда много… Так. Я всю жизнь веду себя достойно. Порядочно вся моя жизнь посвящена самоулучшению. Зачем? Смысл человеческой жизни не в улучшении. В наслаждении, в счастье, в радости, в творчестве, не в улучшении. Потому что улучшение, то есть лучшее – это субъективная оценка кого-то. Это может идти в разрез с вами, с вашими взглядами. Но если принимать эту субъективную оценку как истину, то вы все время будете действовать в ущерб себе. И будет происходить накопление бит, накопление неудовлетворенности и всего-всего, пока это не выльется либо в бунт, либо в аморально-деструктивное поведение с последующим чувством вины, либо в соответственное сошествие с ума. Дальше. Я всегда много читал, хорошо училась. Зачем? Вот закончил один университет, сейчас учусь во втором, параллельно работаю учителем временно. Зачем? Зачем? Я никогда себе не позволял всяких интрижек и глупостей. Хотя современные отверт мне говорят, ну что здесь, такого просто общения родители не узнают же. И это правильно. Это правильно. Вас никто не тянет с ними спать. Никто не тянет с ними гулять, встречаться и так далее. Нет. Что плохого в общении? Что это за принципы такие, которые лишают вас друзей? Лишают вас мужчин? И так далее. Еще раз, я понимаю традиции. Не нужно уступать ни с кем в близкие отношения до, например, свадьбы, допустим. Окей. Но общаться-то не возбраняется, как и иметь друзей тоже. То есть получается, что за свой путь самоулучшения и самосовершенствования, вы платите такую цену. Ответьте себе на вопрос, сами справедливые ли это цена, по-вашему, или нет? Друзья, как можно уже заметить, у меня толком не было. Опять же, это не случайно. Ваша принципиальность, ваша жесткость, категоричность, должное слование, отсутствие спонтанности и естественности творчества. Говорят, говорят, цены для себя. Внешность у меня очень красивая. А это вы к чему? Какую роль здесь играет внешность? Так вот, с самого детства я мир вижу по-другому. Цель моей жизни это карьера. Я хочу быть успешной, сейчас я в оплате не хочу жить. Допускаю, что ваша цель жизни это карьера, пусть будет так, пусть это будет карьера, неплохо. Но, в карьере важен не результат, в карьере важен процесс. Если вы строите карьеру на результат, то это будет не карьера, это будет каторга. Это будет рабский труд на самом-то деле. Поэтому, если вы хотите строить карьеру прекрасно, но для этого нужны условия. А, получать удовлетворение удовольствия от процесса занятия своей деятельностью. Б, значит, раскрывать деятельность через свои природные способности. И, В, это соответствие деятельности вашим ценностям, которые есть у вас. Все завязано исключительно на вас. Не ради гордости других людей, не ради одобрения, а ради себя. Потому что карьера ваша, жизнь ваша, и только ваша жизнь, собственно говоря, закончится когда-то. Не другие, не другая, не жизнь других, ваша. Знаете? Когда вы поймете, что всю жизнь прожили ради других, и ничего не сделали для себя. Вот это будет страшно. Вот. Я понимаю, что у вас могут быть традиции, что вы должны быть гордостью, там, и так далее, и так далее, и так далее. Есть вопрос цены. Готовы цену платить за гордость других? Пожалуйста. Нет? Значит, нужно что-то менять. Так. Потому что, значит, так. Потому что, так, потерял. Потому что для всех я повод гордости, меня ставят примеры, я недовольный своей жизнью. С одной стороны, это порождает, да? С одной стороны, это порождает, порождает, эм... Ожидания. Постоянные, да? Как вы данные, постоянно оправдывает. Ожидания. Других людей. А с другой стороны, вы ориентируетесь на них. Не на себя. Я хочу жить по-другому, меня тянет в лучший мир. Не в лучший. Понимаете, лучшего мира нет. Везде есть свои плюсы и минусы. Только вы хотите жить в другом мире, это я вам верю. Потому что вы живете не в своем. Но для этого нужно признать свои желания и понять, что они, ваши желания, могут не совпадать, могут и не должны совпадать с другими людьми. И такова плата. Такова плата за свое счастье. Противоречие других людей, сопротивление других людей. Сопротивление других людей, это и есть личностное развитие. Не социально и индивидно, как у вас сейчас, а именно личностное. Так, меня тянет мир интриг, роскошь, я даже не знаю, куда им... Ну, это, знаете, куда тянет, туда им надо идти, я считаю. Но главное, чтобы идти самостоятельно, чтобы это было то, чего вы хотите, и все. А куда тянет, это не важно. Сейчас мир интриг, потом чего-то еще. Мне кажется, есть где-то место, где я буду безумно счастлива. Нет, такого места нет. Счастье не находится вместе. Счастье находится внутри. Счастье, это гармония. Это гармония внутри вас. И если она у вас появится, любое место будет счастливым. Если ее нет, любое место будет не счастливым, не счастливым для вас. Пока я терплю то, что имею. Это означает позиция временщика. То есть вам кажется, что все это будет временно. На самом деле нет, если вы ничего не поменяете, так это будет всю жизнь. Я оценил все, что имею, но ничем не довольна. Я бы не сказал, что все, что имеете вы, нужно оценить. Я бы сказал, что все, что вы имеете, должно оправдано. Должно быть оправдано. Должно оправдывать свое нахождение в вашей жизни. Оно нести определенную пользу и выгоду вам. Именно вас, не другим. Дальше. Так, я очень очень одиноко, потому что вы не принимаете себя до конца. Свои желания. Так, корейский сериал. Это, соответственно, невроз. То есть вам кажется, что в другом мире, где нет вас лучше, но на самом деле, я сейчас повторяю, везде все одинаково. Вот. Что-то вам хочется в ту реальности, что-то вам хочется быть с актерами в одном кругу, а связано, опять же, с однобокостью вашего восприятия их. То есть в фильмах, как в фильмах, сериалах, мир показывается идеализированным. В реальном мире он гораздо менее идеализированным, гораздо больше проблем. Так, мне очень сложно, я могу днями не есть, не пить, а сложно с чем? Просто страдать. От чего? Знаете, от чего страдать? От того, что не позволяете себе реализовать свои желания. Да? От того, что не позволяете себе быть слабым. Ведь страдать и плакать, это тоже нормально, но вы себе не позволяете. И, возможно, вы, подсознательно желая быть слабым, специально накапливаете все эти вот негативные эмоции, чтобы позволить себе поплакать, пострадать, порегрессировать. Это выгода. Сейчас, чтобы не сойти с ума, я изучаю историю, астрономию, пишу рассказы, изучаю испанский, учу, а я пытаюсь, и полностью заваливаю себе работу. Ну, это просто избегание, это не решает проблему. На работе все учителя, все школьники дома, родные, мной гордые, я всем, я нравлюсь, но не нравлю себя. Ну, я сказал, почему. Я владею этими языками, прочла тысячу книг, веду себя достойно, когда ничего случилось. Потому что все это не ваше, все это не связано с вами, все это вы делаете не для себя. Вот. Я живу не сегодняшним тем, что будет. Ну, типичная позиция для человека, который не удовлетворен. Вот. Начинаю петь танцевать или давать интервью. Вот именно. Поете и танцуете вы только в тенате, когда вас никто не видит. При свете вы не можете сидеть, там это ваше видео. Вот. Мне просто хочется быть нужным. Сперва нужно быть нужным и себе, потом другим. Только так. А иначе вы всегда будете представлять для других всего лишь образ, картинку, яркую картинку, красивую картинку, но не более того. Отмыслить, это все нереально, я обычная девушка, возможно я просто построю семью, я хочу умереть. Свою обычность и то, что вы построите семью, нужно принять. Но, во-первых, вы не обычная девушка, а вы уникальная, там другой такой нет. Это первое. Второе, семью вы можете построить, а может не построить, если не захотите, это ваше право. Вот. Просто вы не принимаете свою несовершенность. А несовершенность для человека это нормально. Что касается того, что вы слишком старые для достижения целей и для успеха, то это, опять же, ваше правление родительскими догмами, социальными установками, правилами и так далее. Значит, дам вам два задания, которые нужно вам сделать. И которые приготовят вас к работе с психологом. Первое задание. Прочитайте книгу Федерико Первого за практикум по гистантерапии. Там даны упражнения на повышение чувственного интеллекта, эмоционального интеллекта. Вот. И второе, это опишите ребенка. Опишите ребенка, какой он, если бы вы могли его описать. Мальчик, девочка, как одет, как выглядит, вот это все. Значит, расскажите подробно, как бы вы привели с ним время, если бы вам представилась такая возможность. Ну, попросили посидеть там или что-то еще, как бы вы с ним играли. Не учили, да, как сейчас, именно играли. Вот. Что бы вы делали. Опишите это подробно. После напишите мне, я вам дам инструкцию, что дальше делать. Это не приглашение на терапию, это не сомания, это просто вот напишите. Я вам скажу, что дальше делать. Буквально одна фраза будет. Вот. Просто сейчас скажу, это будет не тот эффект. Вот. Вот так. Вот так. А вы пишите, помогите. А помочь как? Чем? Что вы готовы для этого делать? Давайте, грубо говоря, заключим контракт. Вот есть проблема? Все. Проблема, что я не, значит, не чувствую себя, да. Я подавляю себе хочу. Проблема в том, что я постоянно коплю, коплю, коплю обиды, неодолитаренность, вот это все. Хочу это исправить. Хочу это поменять, да. Ну, давайте контракт, хорошо. Что будете делать для этого? Вы на что готовы идти ради этого? И готовы ли вы принять возможные последствия этого? И что будет делать психолог? Давайте обговорим тогда, сперва, условия контракта, а после начнем работать. Да, вам можно помочь. Но советом, как сказал мой коллега, одним советом здесь не обойтись. Это не будет, не будет, ну, через один совет. Вы молоды, вам помочь легко, вот. Но это работа. Это работа. Это работа. Работа, в зависимости от того, насколько глубоко у вас укоренились все эти убеждения, может быть, ну, достаточно длительной. Но как итог, вы получите реализацию всех своих желаний. Достойная ли эта цена? Решать вам. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку выбирать помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания.